Здравствуйте! Ставить или не ставить прививки школьникам? Эта тема постоянно дискутируется в нашем обществе. У прививок для детей есть как сторонники, так и противники. Сегодня в гостях ассистент кафедры педиатрии с курсом дополнительно профессионального образования Алтайского государственного университета, заведующая городским детским центром здоровья детской городской больницы номер один, врач высшей категории Ирина Игоревна Мироненко. Здравствуйте, Ирина Игоревна! Здравствуйте! И сразу нам объясните, почему МАНТУ необходимо ставить ребенку каждый год? Ну, потому что для диагностики туберкулезной инфекции необходимо ставить реакцию МАНТУ ежегодно, для того, чтобы не пропустить инфицирование ребенка микобактериями туберкулеза. Заболеваемость туберкулезом очень высока. В целом в России, а в Алтайском крае выше, чем в России. Поэтому, конечно, вот слава Богу, что у нас есть возможность проведения ежегодной диагностики, для того, чтобы выявить больных этим серьезным заболеванием и своевременно назначить терапию. Надо сказать, что на сегодняшний день подходы к туберкулинодиагностике, они определены государством, и есть приказы, по которым мы работаем, и детям до 7-летнего возраста мы проводим реакцию МАНТУ, а с 7-летнего возраста всем школьникам мы проводим туберкулинодиагностику путем проведения диаскин-теста. Это уже рекомбинантный туберкулин, который не дает никаких побочных аллергических реакций. А если объяснить на русском языке, это что значит? Всем ставят прививки? Это не прививка, это проба для определения... Это царапают так, да? Да, это проба для определения инфицирования. Произошло инфицирование или нет. Поэтому бояться туберкулинодиагностике не стоит, поскольку это вообще даже не вакцинация. Не секрет, что многие родители считают, что прививки вредят здоровью, иммунитету детей. И есть такое понятие «отказники» от прививок. Вот скажите, чем это грозит, если ребенку не ставить МАНТУ, прививки и так далее? Ну, во-первых, это грозит возможностью заболеть или перенести тяжело какое-то острое инфекционное заболевание. А на современном этапе мы можем профилактировать это заболевание путем проведения вакцины, профилактики. И я считаю, что это достаточно безрассудно со стороны родителей поступать таким образом, потому что они подвергают своего ребенка возможности заболеть каким-то серьезным инфекционным заболеванием, которое может дать и осложнение, а иногда даже и смертельный исход. Поэтому, конечно, вот те вакцины, которые есть на сегодняшний день, которые зарегистрированы у нас в России, используются по национальному календарю прививок, они все очень проверены, они хорошего качества. И, безусловно, воспользоваться возможностью профилактировать своего ребенка от данного заболевания, я думаю, что нужно без сомнения. Нет ли опасности, что те дети, которые не привиты, от них могут заразиться другие дети? В нашей России. Почему? Потому что у нас, к сожалению, до сих пор в законе об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний есть возможность у родителей отказаться от обязательной вакцинации, а у нас, к сожалению, нет возможности оформить этого ребенка в организованный коллектив у медицинских работников. И тем самым мы подвергаем риску инфицировать детей, которые добросовестно привиты родителями, заболеть каким-то инфекционным заболеванием. Во многих странах мира этих детей не допускают в школы, в детские и дошкольные учреждения. Существуют какие-то государственные меры карательные. В Австралии, допустим, лишают пособия социального по уходу за ребенком. Во Франции накладывается штраф, и даже, возможно, если штраф не выплачен, шестимесячное какое-то лишение свободы назначается. Вот у нас, к сожалению, более ровное отношение к тем людям, которые отказываются. А на самом деле, в общем-то, я думаю, что гораздо серьезнее нужно относиться к этой проблеме. Почему? Потому что эти дети, которые не привиты, они подвергают риску инфицировать весь коллектив, которым они дальше будут обучаться. А какие вспышки, вот вспышки каких заболеваний тоже… Нет. Вы назвали несколько, да, прививок, которые ставятся, вот, противотуберкулезные, да. А какие еще прививки ставят детям, чтобы не вспыхнула какая-то там инфекция, да, то есть, вот, не распространялась дальше? Ну, все вакцины, которые входят в национальный календарь прививок, это 12 у нас вакцины сегодняшний день, это вакцины против гепатита B, против полиэмилита, против коклюша, дифтерии, столбняка, пневмококовой инфекции, и гемофильные B-инфекции уже по показаниям ходят против гриппа. На сегодняшний день противогриппозная вакцина, она рекомендована всем детям 6-месячного возраста для ежегодного введения. И, конечно, если родители отказываются от этих обязательных прививок, то возможности инфицироваться этим заболеванием существуют. Почему? Потому что существуют заносы инфекционных заболеваний даже в те страны, где, в общем-то, кажется благополучной эпидемиологической обстановкой. С чем мы сталкиваемся иногда? Вот сейчас во всём мире идёт вспышка кори. И у нас была вспышка кори в 2014 году, и она была связана с случаями завоза этого заболевания в наш Алтайский край. И у нас прежде всего болели невакцинированные пациенты, либо это взрослые, либо дети. На сегодняшний день вспышки в кори регистрируются в странах европейского континента. Это и Германия, и Франция, и Италия. Именно среди тех групп населения, которые отказывались от обязательной вакцинации. Поэтому это большая проблема на сегодняшний день, не только в нашей стране, но и во всём мире. У нас была в 2010 году вспышка полиэмилитной инфекции, несмотря на то, что наш регион с 2000 года признан территорией свободной от полиэмилитной инфекции. Только потому, что были случаи завоза полиэмилита из Таджикистана, где была большая достаточно вспышка этого заболевания. На сегодняшний день регистрируются некоторые случаи заболеваемости полиэмилита в Украине, потому что там тоже были нарушены какие-то схемы вакцинации, отсутствие вакцинального препарата отмечалось и так далее. Поэтому завести какое-то инфекционное заболевание в страну, где на сегодняшний день определено эпидемиологическое благополучие, это всегда возможно. Но более того, наше население сейчас стало активно путешествовать, выезжать в другие страны, и поэтому возможность инфицироваться где-то там, на отдыхе, тоже такая существует. Это действительно большая проблема на самом деле. А прививки, о которых вы перечислили, вот эти календарные, которые находятся в календаре, их ставят раз в жизни? Ну, скажем так, помните, вот у нас в детстве нам ставили, у нас у всех есть отметины на плечах. Из инфекционального препарата есть своя схема вакцинации. Какие-то ставят однократно с ревакцинацией в возрасте, там вот в год ставят корь, породят краснуху, а ревакцинацию проводят в шестилетнем возрасте. Дистерия, как Леша, Столбняк, Полиэмилит, они вводятся неоднократно на первом году, с последующими ревакцинациями уже в более старшем возрасте. Всё в национальном календаре прививок, это определено, и эта схема придерживается все наши педиатры, которые этим занимаются, ну и участковые терапевты. А могут быть какие-то противопоказания к прививкам? И вот каким образом этот проблем решается? Может, родители и хотели бы, да? Есть противопоказания, но для всех вакцинальных препаратов противопоказания общие – это острое заболевание или обострение хронического заболевания. И в эти моменты мы действительно детей не вакцинируем, потому что он должен выздороветь, и тогда мы проводим вакцинацию. Обычно через 2-4 недели, если это заболевание протекает в средней или тяжёлой форме, и если это лёгкое заболевание, то по выздоровлению уже можем этого ребёнка вакцинировать, и он будет хорошо переносить данный вакцинальный препарат. Но это общее такое противопоказание. Есть противопоказания, когда есть аллергическая реакция в виде анафилоксии на какие-то компоненты вакцин. Это очень редко встречается. Ну, наверное, такие пациенты тоже есть. Но и для живых вакцин там есть ещё противопоказания. Если всё-таки человек страдает первичным иммунодефицитным заболеванием или каким-то вторичным иммунодефицитным заболеванием, ВИЧ-инфекция, которая тоже у нас распространяется с каждым годом, то это является противопоказанием для введения живых вакцин. А инактивированные вакцины, анотоксины можно вводить совершенно без особой боязни этим пациентам. Ирина Игоревна, вот каждый год, получается, нас всех прививают... Не всех, да? Детей прививают от гриппа взрослые по желанию, и всё равно очень часто эпидемия распространяется, и в том числе дети очень многие болеют. Это вот с чем тоже связано? Могут привитые дети заболеть гриппом? Могут, но они перенесут это легко. Они перенесут это легко, и всё-таки надо сказать, что та вакцинальная кампания, которая против гриппа, которая проводится в стране, она привела к тому, что заболеваемость снизилась. Та вспышка заболеваемости гриппом, которая отмечалась в 2009-2010-х годах, на сегодняшний день, вот прошлый год, показала то, что у нас заболеваемость была гораздо ниже. Почему? Потому что мы всё-таки стали активно вакцинировать и взрослые, и детское население. Но если нет охвата прививками более чем 95% всех слоёв населения, то, конечно, это общество подвержено заболеваемостью. И если в детском коллективе, в классе или в школе в целом хороший охват вакцинации против гриппа, то эта школа в меньшей степени будет подвержена заболеваемостью гриппа. Если там большое количество пациентов отказались от вакцинации, то да, там, возможно, вспышка. То есть такая статистика есть, действительно, это уже проверено всё, вы отслеживаете, на самом деле так и есть. Потому что со стороны, конечно, часто другая картина воспринимают по-другому. Я думаю, что эпидемиологи могут сказать прямо в цифрах конкретно и определить, в общем-то, эффективность. Замечательно, Ирина Игоревна. Большое спасибо вам за беседу. Здоровья вам. Спасибо большое. До новых встреч. И вам тоже. Спасибо. Я напоминаю, что у вас в гостях была ассистент кафедры педиатрии с курсом дополнительного профессионального образования Алтайского государственного университета, заведующая городским детским центром здоровья детской городской больницы номер один, врач высшей категории Ирина Игоревна Мироненко. Спасибо за внимание. До встречи. Продолжение следует...